Мы начинаем нашу очередную встречу с членами Общественного Совета Россотрудничества и сегодня у нас в гостях, вернее мы у него в гостях, Иван Николаевич Тимофеев, генеральный директор Российского Совета по международным делам, ведущего российского аналитического центра в сфере внешней политики, международной безопасности. Люди занимаются серьезными вещами, фундаментальные, можно сказать, исследованиями, но очень прикладными при этом. И вот мне кажется, сегодня мы о них и поговорим. Здрасте. Приветствую. Иван, ну почему так получается, что все передачи мы начинаем с санкций. Почему-то какая-то такая тема бесконечная, и она как-то всех очень волнует, поэтому я знаю, что вы один из крупнейших в стране специалистов по санкциям, когда там, значит, они только начинались, вы целую группу создали, которая начала исследовать санкционные режимы, их эффекты и так далее. Может быть, нам какие-то инсайты приоткроете? Я помню исследование, там, ребят, по-моему, которые в Канаде где-то были, которые говорили о том, что там санкции обычно любые, против кого бы они ни водились, достигают свой эффект, по-моему, не то на 20, не то на 30%. Все остальное – это просто вот пиар вокруг всей этой истории. На ваш взгляд, так это или не так? Ну, действительно, мы санкциями давно занимаемся, еще до санкционного цунами 22-го года. И я помню, когда мы эту работу вели здесь, она серьезная достаточно, мы в ежедневном режиме отслеживаем, что происходит и в отношении России, и в отношении других стран. То есть и опыт Венесуэлы, и опыт Ирана изучали, и КНДР, и санкции в отношении Китая, то есть не только России. Кстати, это помогает поднимать алгоритмы санкционной политики. Я помню, нам тогда еще в далекие, там, десятые годы говорили, а что вы так носитесь с этой темой? Вы зачем такую работу? И так эта работа у нас копилась. В общем, когда грянул уже санкционный цунами 22-го года, нам, конечно, было сложно, потому что вырос объем информации, и нам пришлось очень быстро менять алгоритмы нашей работы. Несколько месяцев потребовалось на то, чтобы, ну, скажем так, понять, как работать с этим массивом, несмотря на то, что мы были уже готовы к этому, да. Но, тем не менее. Конечно, сложностей здесь много и нюансов очень много. И даже я хочу сказать, что за последние два года политика санкций изменилась радикально. То есть, если до 22-го года в основном говорили вот о тех самых таргетированных санкциях, то после 22-го года вернулись масштабные эмбарго, и сейчас, например, в отношении России используются вообще все известные санкционные инструменты. Вообще все, которые известны. И даже новые придумали. Вот этот вот oil cap, так называемый, порог ценовой на нефть, это новый инструмент. Ну, вот у меня вопрос о этой связи, потому что иногда там СМИ читаешь, эксперты говорят о том, что уже там пакет этих санкций как-то высасывает из пальца, уже не знает, что придумать. Там, где людей найти, которых еще подогнать под списки, где там компании какие и так далее. Насколько это соответствует действительности? И, может быть, какие-то пару примеров таких, на вас ждет, забавных санкций, которые, ну, как сказать, которые, ну, просто, ну, смешно выглядят, скажем так. Ну, да, с одной стороны мы видим определенное плато. И вот мы подводили итоги 23-го года санкционного. И мы видим плато в том плане, что санкции продолжают расширяться, ну, в списке лиц, которые находятся под санкциями. Но макроэкономического эффекта это практически не дает. Рыдок уже к ним атрофировался. То есть, ну, я помню, в 22-х год, когда там рыдок будоражило, и весь 22-й год бизнес был в очень таком беспокойном состоянии. В 23-м году просто уже стало понятно, что вот есть новые реалии. Они плохие в том плане, что санкции искажают нормальные рыночные отношения. Но в этих реалиях надо жить. Да, проблемы есть. Ни в коем случае. Никаких шапкой закидательских настроений. Но мы должны рационализировать это. Конечно, есть у нас и санкционный юмор. Вот, мы копим разные, так сказать, курьезные, смешные кейсы. Есть, знаете, дарвиновская премия. У меня вот, я не знаю, насколько это реально, если это байка, когда там ехали в тумане два человека, и там снег был, и они высунулись из окна и головами столкнулись. Вот мы что-то такое, значит, собираем по санкционным кейсам. Иногда это забавно выглядит. Ну, один из таких эпизодов был, он в американской практике, они штрафуют, преследуют тех, кто нарушает режим санкций, либо уголовные дела возбуждают, либо там административные. И, значит, один гражданин там поехал на Кубу, набрал баулы кубинских сигарей, каким-то образом их вез обратно. А дальше через интернет-магазин их стал продавать. Вот, ну и мог, в общем, там местные власти тепленьким взяли, и он заплатил штраф, там, что-то около 7 тысяч долларов. Ну, вот такие, ну, это, так сказать, не к России относится, но, тем не менее, мы веселились. Вот, а был и забавный кейс, когда в одной крупной нефтяной компании, значит, западной, они же проводят тренинги постоянно, как надо соблюдать санкции. Там два сотрудника, значит, у них прослушали тренинг, узнали все, как надо соблюдать, а потом пошли и, в общем, тут же провернули сделку. В обход, их поймали, уволили. Вот, такая же была история в одной японской компании. Ну, в общем, такие есть веселые истории. А как себя объясняют, вот вы же изучаете наверняка, как себя объясняют, ну, некую шизофрению, значит, наши западные оппоненты тем, что, как бы там, не знаю, уран российский продолжают американцы покупать, энергоносители наши, Европа продолжают покупать и так далее, и так далее. С одной стороны, они говорят, да, все, сейчас окружим железным забором, значит, выставим барьеры, какие только можно, и при этом сами же продолжают фактически в открытую, там, это все верифицируется, все это делать. Ну, для них это не шизофрение отнюдь, там есть своя логика, мы, кстати, ее изучали. Для меня этот вопрос, я этим вопросом задался еще лет, наверное, 8 назад, вот, и примитивных другим юрисдикциям, вот. Вот, и ответ следующий, значит, они действительно вводят санкции, то есть они вводят правовой механизм, правовую рамку, вот, ну, допустим, там, закупки российской нефти, там, запрещены, но дальше, соответственно, дальше идет оговорка, там, где-то нужно нам, нашим национальным интересам или нашей экономике, мы можем делать исключение, вот. Вот, и они делают исключение, да. Логика здесь такая, что исключение, оно временное, и в любой момент, как только мы находим альтернативного поставщика или какую-то еще замену, мы тут же это выключаем. А вот, и второе, это вторая функция, это держать на такую-то морковку в стороне мишени, да, то есть, ну, условно, сейчас они пытались, американцы, в частности, с Венесуэлы это провернуть, когда там были переговоры с оппозицией властей, и они ввели исключение на отдельные сделки в области, значит, нефти, нефтесервиса. Потом с оппозицией переговоры кончились, и они эти исключения убрали, да, то есть, вот такое вот. А РСМД под санкциями же, да, Евросоюзской? РСМД под канадской. Под канадской. Под канадской, да. Но это как-то влияет на работу, ну, то есть, условно говоря, перестали перешать на конференции, там, не с автора публикации, там, заблокировали куда-нибудь доступ, что-то, нет? На самом деле, на какую-то вот такую операционную деятельность не влияет. И просто какая ситуация сейчас? Значит, мы фактически, у нас вот эта дипломатия второго трека и взаимодействие, какой-то диалог с экспертным сообществом в западных странах, в том числе в Канаде, сейчас практически заморожены. По разным причинам, и по причине того, что с той стороны нет, скажем так, большой, большого желания работать, потому что, ну, попробуй, если ты, там, условно, там, немецкий, какой-то американский, слинктанк, что-то сделать с русскими, с россиянами, ну, тут же в тебя полетят, значит, пропаганда, шпионаж, это все, да. Играешь русской пропаганде и так далее. То есть, их там зашемят, и они будут маргиналами, это большой риск для них и за сами. С нашей стороны тоже, вот чисто с прагматичной точки зрения, вот что обсуждать сейчас? Чтобы что? Далекое будущее, нет? Ну, какое. Можно, конечно, сидеть и фантазировать по поводу 2050 года, но боюсь, что мы себе такую роскошь позволить не можем, потому что все-таки, чисто с научной точки зрения, сейчас мы находимся в таком турбулентном периоде, когда прогнозировать то, что будет через 50 лет, очень непросто. Меня, как бы, немножко, как сказать, напрягает то, что, вот мы начали говорить про дипломатию второго вот этого трека и так далее, да, напрягает то, что, там, в годы холодной войны, значит, она развивалась. Развивалась. Да, то есть, несмотря ни на все, значит, там, идеологические противостояния, два жестких, значит, мир коммунизма, мир капитализма и так далее, тем не менее, вот этот диалог, там, что дартмундский, это, там, что еще, он все продолжался. Сейчас, вообще, просто, ну, как бы, канал коммуникации перерубили. Это тоже же путь в тупик, просто. Да, да, да. Это хороший вопрос, и я вижу два таких отличия от холодной войны. Первое отличие, что все-таки на исходе, на излете холодной войны, в последние ее, там, пару десятилетий, несмотря на локальные кризисы, там, 83-го года и так далее, несмотря вот на эту конъюнктуру периодически, там, оттепель потом зажали, неосталинизм, там, условно, в кавычках и так далее, потом опять, вот, такие качели были. Эти качели были в Америке и на Западе тоже, но все-таки общее движение было к тому, чтобы искать пути сосуществования. Да, враги, да, два лагеря, но мы признаем взаимные границы, мы не хотим сгореть в ядерном пламени, да, мы как-то еще хотим в экономике, и тогда же эти проекты трубопроводные активно развиваются, да, наши. Вот это как раз твердая валюта, да, на которой мы закупаем, там, начиная с танков и заканчиваем оборудованием для этих птицефабрик, да, и так далее. Но все-таки мы свою модернизацию видели в том числе и в связи с, больше, с Европой, с Западной, да. Вот, это первое. То есть, все-таки был подъем в отношениях, а так как шла постепенная разморозка, разрядка, несмотря вот на эти, там, качели. И поэтому вот этот вот второй трек, он был востребован. Сейчас мы идем в обратную сторону, то есть, снова, как бы, стены растут по разным причинам, да, это, ну, объективно, так, 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 так и есть. И вот это вот, вот это ускорение, если тогда постепенно шла разморозка, то сейчас постепенно и ускоряющимся путем идет заморозка. Вот, мы, я думаю, что мы критических точек заморозки еще не достигли. То есть, в этих условиях, конечно, разговоры вести сложно. Первый ответ, что все-таки, ну, вот, дух времени, да, и запрос, тогда разморозка, сейчас заморозка. А второе, все-таки была интересная вещь тогда, в советском подходе. Вот, имперский российский подход в отношении Европы, он был какой? Идет перманентная гражданская война на Западе. Вот они друг с другом все время, там, коалиции. А мы то одних, то других поддерживаем, да. Ну, там, наполеонские войны. И не поиграем на противорече. Да, мы балансируем Россию, такой большой балансируем. После Петра Великого, особенно, мы ворвались в эту европейскую политику. Вот, у нас семилетняя война, мы там, с одной коалицией, там, потом наполеонские войны, с другой. Ну, и, в общем, так, так и играли. А вот советский период, у нас подход поменялся. Мы, с одной стороны, Запад стал консолидироваться, особенно после Второй мировой войны. Но мы играли на идеологических, да, основаниях. То есть, мы с коммунистическим и социалистическим движением, то есть, мы работаем со всеми странами, более-менее, но вот с их коммунистами. Социалистическая партия. Франция, там, социалисты. Да, 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 да. Поэтому мы, в общем, как бы, ну, так и в какой-то степени из Европы-то и не уходили. Мы для Европы не были чужими. Мы были просто, как бы, вот в этом, в левой повестке ее продвигали. То есть, мы хотели, ну, условно говоря, Европу завербовать, да, по идеологическому, вот этого, обратить ее в свою, значит, пользу. Ну, там были свои контрдвижения, консервативные, правые и так далее, которые этому сопротивлялись. Но, но Советский Союз был там своим, и их, и Европа была для нас, вот эта вот Европа, да, тоже своя. Вот, ну, и потом это и в культуре отражалось, там, Джо Досен, Андриана Чилинтана, да, то есть, все, любой советский человек, там, имеющий советский опыт, да, то есть, ну, не было такого, что вот это чуждая нам, там, цивилизация и так далее. А вот сейчас, и даже не сейчас, это началось, наверное, после окончания Холодной войны, когда мы, как бы, заявили о том, что вот мы идем в европейский дом, ну, мы же там и были, и поставили себя в ситуацию, когда вот мы какой-то ученик такой, да, который куда-то вот лезет, а там сидит экзаменатор и говорит, ну, вот, нет, знаешь, у тебя вот подворотничок грязненький, да, ты его пойди постирай. А, постирал? Ну, иди-ка, постирай еще раз, да, а вот у тебя там, не знаю, ботиночки плохо начищены, ну, и вот это все там, права человека у вас не те и так далее. Если там в советское время у нас вот это было деление по идеологическому принципу, но не по, вот, там, запад-не запад, да, то сейчас оно вот такое. Запад и остальные, да, Россия как значимый другой, там сейчас разные, там, понятия к этому, там, государство злодеи и так далее. Раньше было там, ой, зла, КНДР и так далее. А сейчас вот, ну, выступали американские официальные лица по новой ядерной стратегии, у них четверка теперь. Значит, КНДР, Иран, Россия и Китай. Вот я считаю, что, кстати, мое такое мнение, что это вот за такое надо увольнять и срывать погоны. Да. Ну, не нам решать, мы можем только мнение свое высказать. Почему? Потому что, вот, ну, мы же вот международники, да, если ты дипломат, у тебя было два врага, а стало четыре, значит, ты плохо работаешь. Плохо работаешь, конечно. Ты умножил количество врагов. К тому же у тебя было два, две региональные державы, а остальные еще и две ядерные державы врага. Как ты работал? Да, интересно. Нет, ну, здесь просто про то, что, конечно, конфликт, это, как сказать, инструмент развития определенный, не зря, там, говорят, кому война, кому мать родна, да? Вот, но главное, чтобы мы все просто не были уничтожены в какой-то момент, значит, когда все уже поймут, что все уже, все линии красные пройдены, уже пора как-то... Лед надо разбивать уже, значит, ядерным пламенем, там, и так далее, да, 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 вот, ну, и тогда, наверное, как бы финальный вопрос у меня. Какие сейчас интересные есть проекты у РСМД, которым, возможно, могли бы там, как бы, те люди, которые нас слушают, присоединиться или чуть подробнее про них почитать? Может быть, какие-то есть интересные инициативы, новые там, или публикации готовятся? Ну, несколько направлений, во-первых, страновые направления, мы сохраняем, вот, базовые приоритеты, они, кстати, не конъюнктурные. У нас российско-китайская конференция по вопросам двухсторонних отношений и международной безопасности, она с нашим приоритетным проектом осталась в 15-м году, в 15-м, да, задолго до 22-го года. Вот, у нас неплохо развиваются сейчас разговоры с латиноамериканскими нашими друзьями, хорошо, то есть не хватает ресурсов на такой вот полноценный разговор со всеми странами. Не хватает ресурсов на поездки. Я вообще поражаюсь в какой-то степени иногда работе русских домов. Я, когда ездил в Мумбай, вот руководитель русского дома, огромную поддержку мне оказало просто вот там, просто сам факт того, что руководитель русского дома там был, просто помог... Открыть много дверей, да. Не просто открыть много дверей, а просто даже мораль, да, что ты там не один, что вот есть наши, да, которые, вот, и мы делаем одно дело, да, мы по своей линии, а руссотрудничество и русский дом по своей. Вот, сам факт даже наличия этой связки, он уже там, другую добавленную стоимость создавал. При том, что я поражаюсь, как иногда люди с минимальными ресурсами, там, условно говоря, несколько человек сидит, умудряются делать то, что они делают, да, и вот у нас есть такая какая-то скромность, помните, война и мир, капитан Тушин. Он остановил там, его батарея там останавливает наступление авангарда Мюрата, там, 30 тысяч человек, он решительно, и вот он скромный, его там начальство распекает, и он такой, ну да, вот, как будто я... И мы как-то, вот эта гигантская работа русскими домами делается, а они скромно умалчивают, да, то есть, ну, как-то привыкли себя не пиарить. А я вот знаю, что вот там вот такая работа сделана, там такая работа сделана, просто я, ну, с кем-то ты вместе учился, с кем-то ты вместе работал, куда-то там поехал, тебе там банально просто помогли. В общем, спасибо большое за такой интересный и насыщенный разговор. Я напомню, что с нами сегодня был Иван Николаевич Чимофеев, генеральный директор Российского Совета по международным делам и член Общественного Совета Россотрудничества. Спасибо. Спасибо. Спасибо.